Ребятки, всем привет! Сейчас девочек отправили в школу и хотим поехать в общем дать кровь на анализ мою, потому что ну и плохо все чувствую. Последние два месяца у меня периодически почему-то поднимается температура вообще беспричинно. Сейчас у меня ну как бы трудно дышать, у меня очень много мокроты, сопли, ну кашель очень сильный. Ну в общем пытаемся сейчас лечиться без антибиотиков, но трудно получается. Вы знаете, работоспособность очень сильно упала на последние два месяца. И ну в общем надо встать в кровь, потому что я это делала, наверное, года полтора назад. Хотя нужно проверять, это периодически, но видите, как я отстаю от жизни. Там у нас наш помощник пришел и прибирается. Мы его оставляем одного дома. Ну знаете, это такой мужчина, который ну как бы, которому можно доверять уже ну сколько мы живем здесь человек. Наверное, блин, месяца три. И он у нас месяца два работает и как бы ну бывало такой пару раз в месяц, что мы как бы уезжаем, его оставляем ну говорим просто закрыть там дверь с ключами ключи там оставляем около лестницы и все. Ну как бы это вам выдаю все подробности, чтобы потом пришли к нам домой, пока до следу все позабирали тут. Ну надеюсь, что наши подписчики не такие, да? Им можно доверять. Да, конечно. Ты за старшего. Ты мне понял? Ты самый старший здесь в доме. Плудо, ты опять грустный. Господи. Шек. Всегда самый печальный печальный пёс, когда мы уезжаем. Плуд, мы сейчас приедем. Мне надо провериться. Ну что, как я выгляжу? Мне кажется, я супер красотка. Кстати, в Индии здесь, ну хотя в Индии не знаю, здесь в Гуа значит штрафуют за, ну если халмета вот этого, шлема нету. Но если он даже есть и он открытый, то у вас тоже оштрафуют по полной программе. Короче, обязательно нужно вот эту вот штуку закрывать. Ребят, нам выдали вот такой скутер с белыми номерами. Так, расскажи, а какой у нас до этого черные номера были? Это значит для туристов, да? Вот такие нас очень часто останавливали гаишники, проверка документов, просто так штрафовали, обманывали. Здесь, знаете, очень сильно развита коррупция в Индии, в Гуа, да и в принципе в Индии. Ну в общем, просто так любят гаишники останавливать. Якобы там где-то была камера, хотя, ну как бы, вроде бы Гуа развит, но камеры здесь абсолютно не везде. Это может быть большая редкость, если вы где-то увидели камеры. И говорят где-то на камере вас запечатлели, что у вас превышение скорости. Я смотрю, останавливают там не только нас, ценой и там еще 10 скутеров. Вот мы походу где-то там на одной дороге 10 скутеров ехали. Ну в общем, это развод чистой воды, а ты не докажешь, ты не будешь с ними ругаться, потому что они стоят прямо целой бандой, вот эти вот гаишники. И что, ты отдаешь вот эти вот 500 рублей, и все, едешь. А они ни квитанции, ни чека. Я говорю, человек, если штраф, да? Мы когда-то получали штраф, нам приходило, кстати, на домашний адрес, там те родственники живут, прям туда бумажка приходила, когда реально по камере было запечатлено. И там, кстати, фотка, прям как у нас в России. А здесь, я говорю, скажи, хоть предоставить какое-то доказательство, что мы хотя бы там были, на этой дороге. Хотя, непонятно, на какой дороге. Он где-то рассказывает, там, 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 где-то была камера, и вас запечатлели. Ну, в общем, шекер не собирается с ними разбираться. В месяц мы отдавали, ну, по три, по четыре раза вот этим гаишникам. Даже бывает, просто едешь там, раз, ты остановили гаишник, через километр еще раз. И, кстати, гаишники работают только пятницу, субботу. Прям очень активно, видимо, у них прям день, такой много туристов, можно много получить денег. Но, видите, как бы никто не собирается ругаться, поэтому мы попросили вот такой белую, вот эту вот, как она, табличка с номером, белый номер, потому что, ну, как на белом ездят местные. Это нам хозяйка выдала свой скутер. Кстати, аренда скутера 200 рупий стоит за один день. Ребят, что по поводу нашего скутера, даже не спрашивайте. Я не знаю, какая его судьба, но, кто со мной, как бы, давно тот помнит, я покупала скутер болтает, мне так жарко, покупала скутер, значит, после Нового года, но ему, может, месяцев пять, вот так вот сейчас. Я давала всю полностью сумму, свою, то, что, ну, как бы, лично мои заработанные деньги были, то есть, ни мужа, ни семьи, никто вообще не помогал. И, значит, сектор, но разрешает, да, семье пользоваться. Ну, в принципе, я понимаю, если мне будет там в России, да, какой-то скутер или какая-то, может, машина есть, кто-то там попросит, конечно, ну, как бы, я не скажу, нет. Но здесь, видите, здесь очень много народу, здесь очень много родственников, и, конечно, все просят. И в итоге, как получилось, скутер сломался. Новый скутер. какой-то, какой-то, какой-то проводок отошел, что он опять не газует. Помните, как вот здесь вот на скутере было, на новом скутере, на котором мы ездили, ну, от силы, я не знаю, раз 20, понимаете, на дальние расстояния, так до магазина, и все. И, значит, сел аккумулятор. Новый скутер, ребята. Это значит, ну, либо свет оставили, либо просто включенным оставили. Ну, все клятся, божатся, что, ну, как бы никто вообще не ездит, никто не трогает вот этот скутер. Кстати, знаете, у меня там осталась еще машина, и сейчас очень классные такие инновационные машины начали делать в Индии. Короче, машина подключается к приложению через телефон. То есть ты можешь машину завести, ты можешь там, ну, какие-то функции там есть, я в это не внедрялась. Но, там, короче, есть во сколько машина начала свой путь, так сказать, во сколько стартер, значит, включили, ну, вот, ключ зажигания вставили, во сколько выключили машину, сколько машина проехала, какой километраж, в смысле, сколько, какая скорость была, где она есть, локация, значит, по карте прям показывается. И, если там кто-то не закрыл дверь, да, просто ушел, или не закрыл машину, это тоже приходит, постоянно уведомление, на машине открыта дверь, там, там, может быть, ключ зажигания кто-то оставил, может быть, вообще закрыл, забыл закрыть, или фары, это все приходит, постоянно шекерут, такие уведомления, поэтому, ну, наверное, никто и машины не пользуется, потому что, боятся, все знают, все знают, что шекер знает, что это, мальчики, быстро, мальчики, ну, вы же охранники, иди, иди быстро домой, быстро домой, нечистый, иди домой, иди, 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 мальчик, домой, шекер, шекер, мужские с ними, шекер сегодня так много с ними утром гулял, иди вверх, ну, все, господи, ну, иди, иди, ребят, обычно мы вечером с ними гуляем, когда, ну, как солнца нету, а сегодня как-то пасмурно, и шекер рано проснулся, а шекер вчера вечером заснул, он себя тоже, ну, как мы, так, ну, неплохо чувствовал, но что-то было, как начинающее, и, значит, сегодня утром проснулся, и пошел с ними гулять, он говорит, я полтора километра с ними гулял, знаете, для шекера это очень много, поэтому, мальчики у нас выгуляные, ну, ребят, первый раз мы не взяли на улицу дождевик, но такой сильный дождь, люди везде тут прячутся, под крышами мы тоже встали, сейчас получается дожди, ну, практически уже закончились, потому что оно, как бы, уже сезон начинается, тут в Гоа, и, ну, как бы, дождь крайне редко, ну, как бы, идут, сейчас раз, не знаю, то, что же, сам, мы уже эти дождевики готовы было в шках убрать, так раз, нас очень сильно, конечно, удивилась, удивила погода, потому что, это сейчас предлагает покупать обычные дождевики, знаете, типа, как в пакетике, какие-нибудь тоненькие, вот, мы остановились здесь маленький вот такой вот магазинчик табачный, всякие орехи, которые, как табак используются в Индии, здесь продаются, это, на ремонт скутеров проводится шин, и обычный какой-то магазин пластика, ребят, вы даже не представляете, доехали вот так вот, потому что они начали ни одного магазина, где продавались бы дождевики, хотите вески, хотите нет, короче, смотрите, разуваются, вот такая здесь клиника, ну, это, знаете, как обычные лаборатории, там кровь дают, ну, разные, короче, на анализе, сейчас Шекарь снимает золотую цепочку, ну, цепочку, наверное, еще не надо снимать, это не надо, в общем, на этот, на рентген, мне отправляют, ребята, смотрите, мне заклеили, кстати, Шекарь хотел снять, но сказали, видео на Реллау, короче, нельзя снимать там видео, очень она мне обработала, ну, все как проси, ребят, настолько легкая у нее рука, я прям влюбилась в этого человека, впервые, сколько я беру, сколько я беру, короче, мы сейчас через улицу идем, этот, рентген мне делать, сколько я брала кровь, сколько у меня забирали кровь, в жизни, это самая легкая рука, и здесь опять нужно оставлять тапки, для такое помещение, кстати, я вам хотела сказать, что за рентген и за два анализа крови, ну, что-то Шекарь говорил, и, честно, я вообще не знаю, я в курсе, ну, полторы тысячи рублей мы отдали, ну, как бы, не знаю, это дешево, дорого, потому что здесь, в Индии, наверное, никогда мы не отдавали за анализы деньги, ну, потому что Шекарь своя глиника, но рентген мне никогда здесь не делали, только, как бы, кровь давали, ну, это, ну, бесплатно, что свои глиника. Ага, УЗИ, только неправильно. А ты не помнишь, когда Карина была беременная, короче, Карина родилась 23 октября, а он сказал, что тебе еще месяц ходить, то есть, в конце ноября ты родишь, ну, и где правильно, скажи мне, доктор говорит. Ну, другой доктор, да, в принципе, как бы, правильно сказал, но потом болезнь-то не определил мою. Ну что, ребята, сразу дали нам снимок, вообще, кто-то это мастер, все смотрит, проверяет, но он уже внутри посмотрел, и сказал, что все вроде бы у меня в порядке, хотя у меня сомнения, что, вот, вот это, вот это что вообще, такие вот следы, почему так? Это не следы. Не следы. Ребята, когда мне сказали задержать, да, помните, когда, как раз-таки, все короны болели, как все проверяли, как все проверяли, больше надо было задержать дыхание, да, и продержаться, ну, задержкой, ну, как бы остановить, да, вот ты вдохнул, остановил, и все, 3-40 секунд, ты должен был продержаться. Может, если больше, то, ну, как бы, все в порядке с легкими. Если это меньше, полминуты вверх, что значит, у тебя какие-то эти, и я только задержал дыхание, чтобы мне так больно было. Я вообще, вот, действительно, думала, что у меня какая-то, ну, как инфекция, в легких? Сколько раз, я сказал, не кушай морозное постоянно, лед не кушай. Это человек, который от мороженого отказалась, я уже не знаю, сколько лет назад. Может быть, за ребенком где-то даем, когда он уже тает, когда она уже капает, и когда она супер вкусная, но это бывает, супер резко. Ну, тебя я точно не выиграю. Сколько ты ешь мороженого? Я ем мороженое. Да, раз я ем мороженое, каждый второй день, значит, ты ешь каждый день мороженое. Карина? Капец, капец. А, вкусно. Вот, ребят, она скажет вам шекарь, потом вы плохо брали, обо мне думаете. Короче, ребят, я вам хотела сказать, что я жутко боюсь крови. И когда я была еще в начальном, в начальном классе, в начальной школе, в общем, когда, прям в школе почему-то у нас брали, ну, там медпункт был, и прям там брали у нас кровь. И получается, настолько было душно, мне настолько было страшно, в общем, я жестко упала. когда я улыбаюсь, когда я оттекаю, да, очень сильно, вы видите, вот здесь точка, я вот это, короче, вот этим местом упала прямо на угол тумбочки. У меня было сотрясение мозга, я лежала в больнице. И почему-то, когда я оттекаю, вот эту вот точку до сих пор видно, может быть, у меня вмятина в кости, в скулах уже. Ну, короче, вот так вот. И здесь, как мне прокололи, ну, честно вам говорю, как вот комар укусил, да, как говорят, ну, в основном, да, описывают, ой, это как комар укусил. На самом деле, у меня было всегда очень больно брать, мне всегда, тем более на голодный желудок у тебя забирают кровь. Для меня это всегда каторга была, тем более, когда ты беременная ходила, когда у тебя просто каждый день готова были кровь забирать, ребят, это вообще, это шусь была. А сейчас я реально, я ничего не почувствовала. Очень классно, мне понравилось. И вот это, кстати, мне сделали, я сейчас вам расскажу, я просто была в шоке. Шекер спрашивает, почему, ну, давай я расскажу. Ну, в общем, я сдавала последний раз рентген, когда я, точнее, ходила на рентген, когда я сдавала на права. То есть, перед тем, как ты, вот, driver lessons, да, на права сдаешь, ты должен пройти медосмотр, все, вот иду. Вот тогда, последний раз, я сдавала рентген. И это было в обычной поликлинике. Ребята, обычная поликлиника, вы, наверное, знаете, русская, это все, ну, как бы, ты раздеваешься догола, ну, после поезда, и там, фактически, ты голая, да, ты ходишь по огромному повещению, по жутко-холодному, у тебя вот эти вот старые оборудования, я не знаю, сколько ему уже лет, оно все ржавое. Я не знаю, какая у вас поликлиника, но у меня было именно так, как раз 10 лет назад, и знаешь, что мне, в следующем году уже надо менять права, 9 лет уже прошло. Да, туда же, ребят, 10 лет, помню, да, первые права нужно менять. Ну, в общем, и здесь мне дали, значит, рубашку, как будто для, у меня операцию собирались делать, отправили меня, тапочки дали, переодевалки, я все теряю делаю, все нормально, все там настолько чисто, там просто, знаете, как операционное, там настолько новое оборудование, вообще, я сегодня получила кайф, вот честно, пройдя вот это вот все, и даже кровь сдать, и даже это, вот этот рентген пройти. Короче, мне понравилось, класс, просто, вот все это, ну, как бы хорошо развивается. Кстати, вот она, у меня вот эта клиника, просто мы всегда здесь едем, и мы всегда ее видим, и мы здесь полно просто людей, поэтому мы решили тоже сюда поехать. Ребят, с утра я ничего не кушала, человек решил меня попоить вот таким свежевыжатым соком, и честно, первый раз такое оборудование вижу. В общем, смотрите, это, ну, знаете, то ли апельсин, то ли мандарин, что-то между этим, то ли лайм, но они сладенькие, когда они спелые, они сладенькие, мне насыпали туда какой-то соли, каких-то специй, спасибо, и попросили безо льда. кстати, лед у них прям пакетики, знаете, покупают они в магазине, уже готовый лед, и кладут это в морозилке, у них работает. то есть это со специями двоя, была? солью, специями. вкусненько, кисленькое, сладенькое. сладенькое. ребят, больше похоже на апельсиновый сок. у меня без пеции, без соли, вообще без ничего, без лимона, очень вкусно, шейхар, намного вкуснее. я вообще не представляю, как можно сок пить с черной солью, ну, честно. я пила, мне, мне не прикольно, правда. я, наверное, все-таки не индианка, потому что, я люблю больше наши, обычные вкусы, смотрите, сейчас заехала в аптеку, зашла, купила вот такое себе лекарство для небулайса, для ингалятора, бодикард называется, и он очень хорошо помогает, здесь избавится от мокроты. пришли, за девочками ждем их. А где ты Вику потеряла? Кисель? Да что ты папе сказала? Стой, стой, стой. Карина сейчас стояла, значит, вот здесь наверху, говорит, папа, у меня денег нету. Ого, какой папа сегодня добрый, да? Папа, денег дал, что ты будешь покупать? Сладость. Вика, мне дают. Спасибо, спасибо, золото мое. Что вы будете покупать? И Карина несет мне. Да вы мои принцессы. Ну все, мы разгуляемся, да? Ребят, это 20, ну как рублей, 50 рублей. Одна папа. Не надо, давай, давай, Карину дай. Молодцы, какая ты себя потрепанная, чувствую, сегодня был у тебя очень активный день, да, в школе. Вика, ты поедешь с кем-то? Да, пошлите. Сразу приходите домой, сразу начинайте бесить собак. О, они, кстати, тоже начали кашлять у нас, девочки. Давай, показывай. Ого, пошли быстрее, этот не былайз, да, ингалятор? Послушай, покажи, что ты там поела? Я не кушала. Почему ты не кушала? Я не кушала. Вика, помнишь? Помнишь, помнишь, мы с тобой играли? Полезные, неполезные? Чипсы это что? Что они полезные, поэтому мама в школу все их не отправляет. Значит, неполезные Карина. Ой, пай, Лудо. Неполезные Карина съела, а полезную грушу Карина не съела. И сосиску Карина съела. У тебя так же? Ребят, Вика ест фрукты, Вика обожает фрукты, и знаете, Вика прям чувствуется моя такая кровь, я говорю, значит, про мою кровь, а Вика тут груши тоже не съела, ого, Вика, ну, в общем, Вика обожает фрукты, всякие это, ягоды всегда, клубнику просит, клубнику просит, у нее просто до истерики, мама, мне нужно срочно, мне срочно нужно в Россию к бабушке, дедушке на дачу, чтобы поесть клубнику. Ну, кстати, очень-очень странно, нет, я закончу свой разговор, что, да, да, ой, господи, ребят, у нас просто, я не знаю, зверинец тут, никогда не соскучишься, короче. Ну, Вика, я, конечно, промолчу, где он может воду пить, потом он тебя облизывает, иди, Сайка, лицо мой. Малыш, я... Ребята, у нас всегда так громко в квартире, мне порой, знаете, мигрень именно из-за вот этого начинается. Так хорошо, когда они в школу уходят, не надо говорить, что я плохая мама, просто иногда человеку надо отдыхать. Здесь, ну, маленькая квартира, здесь очень, вот этот, знаете, бьет по ушам. Я купила себе этот, короче, лекарство для ушей, у меня всегда был раньше отит. Сейчас у меня отит просто обостряется, мне кажется, из-за вот этих просто постоянных звуков. Ну, хотя отит, это, знаете, когда продуло, да, возможно, мы, кстати, конец и нет, установили новый, он очень сильно работает. Возможно, это все из-за него, а возможно, это все, знаете, от усталости, усталость от вот этих звуков постоянно, громких звуков. Короче, ребят, что я вам до сих пор не могу сказать. Вика любит свежевыжатые соки, любит, там, молоко пить, хотя она, знаете, ну, как-то немного с отвращением, да, ко всему относится, потому что все полезное, это не есть вкусные, да, даже свежевыжатые соки, да, иногда попадаются, там, кислые, да, фрукты, и все-таки сахар, да, добавляют. Это я стараюсь, ну, как бы, девочкам не то, что ограничить, да, вообще сахар, но когда можно без сахара пить, то я говорю без сахара пить. Вика очень хорошо поддается под мое влияние, что полезные, что не полезные, да, только она говорит, мама, я хочу чипсы. Помните, я вам рассказывала, у меня очень большие проблемы были с чипсами, и как просто девочки каждый день их ели, потому что шикар приносил, а до этого в том доме родственники каждый день приносили колу, чипсы. Я начала, ну, со временем просто как на психологическом, да, уровне рассказывать, что Вика, у тебя будет некрасивый живот, Вика, у тебя будет некрасивая попа, Вика, у тебя будет кариес, она почему-то, ну, откуда-то она все это знает, она, нет, все, мама, я больше не буду есть, и, ну, ее хватать это на неделю, потому что в следующий раз там шикар принесет чипсы или колу, Карина не слушает, Карине вообще все равно, а, то есть ты опять конфету ешь, я думала, она грушу взяла из этого, из контейнера своего, Карине все равно, то же самое, что шикар, вот ему рассказывай про полезное питание, господи, ему все равно, понимаете, ему все равно, что у него там лишний вес, что у него там животик, ему все устраивает, это самое главное. Ка-како-како, пока-како! ну что сегодня очень у нас активный день сейчас приехали делать мне индийские документы чтобы я могла открыть банковскую карточку себе банковский счет ребят мы туда приехали и в общем сказали иностранцев они там не принимают отправили нас по другому адресу сейчас покажу бумажку и покажу куда надо идти потому что ну как бы многие на кормят вот эти индийские документы я думаю что вам будут полезны ребят вот смотрите вот этот адрес вот так здание выглядит ребят смотрите я подавала вот такую оси и карт называется это местный вид на жительство на всю жизнь дается загранник свой еще мне там все проверили все как бы совпадают данные это моё и потом дают такую вот анкету сюда фотку я кстати подаю кто не знает она ада карт называется человек правильно произнеси пожалуйста агар карт агар карт ада карта ада карта ада карта и потом будем еще делать налоговую такую знаете как у нас снилс по моему называется здесь называется пэн пэн карт не нэн нэн а или нэн это назвать но в общем снилс здесь местный тоже будем делать он легко как-то делать еще сказал сейчас один день получается они сами где-то делать тоже буду вам вот этому этому и вот она эта карточка чтобы шекер мог голосовать кстати иностранцы не могут это делать даже если они получили от харкард вот пэнкар мы это эти водительские права синяя карточка да по моему короче синий но не доставай обычно как банковская карточка выгодно синего цвета вот это это налоговая вот так ну короче нам тоже можно и можно нам получить ее и потом когда вот эти две карточки будут адапарты пэн карт налоговой то можно будет открывать мне карточку в банке ребят мы были в банке буквально недавно пару дней назад и у меня не приняли документы в общем карточках это вообще здесь дебильная система знаете я помню как просто мы шекеру пошли сбербанк он отдал свой обычный индийский паспорт у него нет ничего просто никаких документов просто визу показал там просто паспорт и все ему открыли карточку как и нам открывают за те же сроки обычную вообще привычную хочет там если там показываешь свою зарплату ты там кредит берешь кредит берешь на короче вообще ни о чем не отличается от от наших какая-то nri аккаунт открывается который изначально изначально проверяется у тебя все свидетельство о браке свидетельство рождения твой русский паспорт то есть загранник вот этот ося и карт и потом в итоге через месяц отправляются карточка на домашний адрес в россии зачем это делаете я не понимаю и в итоге ты что-то можешь ну где-то можешь не использовать это не может кредиты не можешь взять там ипотеку вообще ничего не может просто просто смотрите какие бананы длиннющие вот мои пальцы на обычно ну как это ну короче два раза они короче это какая-то какой-то сорт ну давай попробуем ну правда они какие-то это уже такие полувялые полудохлые мне кажется мы сейчас фруктовом магазине купим посвежее ну смотрите цветочки висят это так сильно жарко до утром был дождь такой сильный сейчас вообще жара сегар выпил всю бутылку за один раз мне до рассказала почему нам скутер все таки не могут отправить какие проблемы доставка скутер как старик линии метал до нас долго напрямую нету что ли нету два раза надо поменять то есть я ты хочешь отправить водителя чтобы вместе с этим скутером сидел в поезде да а как это еще происходит другой какой-то поезд или что как или там сиденье нет я говорю ну смотри обычный поезд до который куда ты скутер там поставишь или это багаж а нет каждый поезд каждый поезд багаж то есть тому упакует его до упакует вот откуда как багаж и доставка нету ну и доставка только науках требует имели не понятно ну в общем ребята очень какая-то сложная система хотя около нас есть работает мальчик но уже сколько наверно года три-четыре он здесь в го и он отправлял как раз из того города который шекер говорит он из нашей местности и он отправлял свой мотоцикл именно по этой системе забрал с собой собрал но в общем он сел на поезд вместе с ним что либо если для меня вообще как-то дико звучит ехать со скутером ехать с мотоциклом хотя я видела на больших машинах доставляют из столицы индии сюда сго но как доставка видимо есть двухколесный видит транспортных средств но от нашей местности одна деревня вообще ничего нет поэтому только так и пока никто не решается вот так вот ехать со скутером честно я даже не представляю кто согласится из наших водителей вот так вот поехать несколько дней со скутером потом вот перетаскивать аж никто там не будет помогать я хотела рассказать как я сейчас собралась лечиться о его мне просто мне извините нос весь истекся мне просто я постоянно кашляю у меня кстати пришли результаты и посмотрел мой рентген обычный как урви у меня обычно какой-то вирусный какой-то ну типа межсезонье что будет которая обычно здесь местные болеют и это что о господи шекер ребят я никогда холодную воду не пью я никогда я сказал я от мороженого отказался уже очень очень недавно это у нас шекер любит просто все кондиционеры на максимум включить а мы потом спим как холодильнике ну просто видимо но как бы последствия но почему я за последние два месяца два раза три раза простите заболела уже но как с температурой да то есть это уже какие-то воспалительные процессы внутри идут но увидите шекер на компромисс не собирается идти шекеру все ровно я не могу так спать вот это шекеры слова я не могу так спать я потею потом я воняю простите ну как бы все как есть да потом я спать не могу когда мне жарко ночью так и живем шекер на компромисс не хочет идти я говорю шекер на компромисс не хочет идти вы скучали нас сейчас только не было ребят час не было вы нас встречать кого-то нас день не было в общем ребят я сказала уже нет никаким антибиотикам потому что это результат того что у меня просто пичкали вот этими антибиотиками там в семье я падаю мальчики ну в общем сейчас это скину вам фотку чем я лечусь обычные аэровидическое средство здесь очень популярные в индии и чем ингалятор и все ну так вот я надеюсь что у меня иммунитет справится но в общем ребята всем пока всем до новых встреч документы сегодня сегодня не будем делать заполним анкету и нужно внести короче местный гуанский адрес а у нас адрес в ну где шекеры родственники в другом штате и сказали что так не принимает если ну как бы из другого штата будет адрес якобы домашний здесь временную регистрацию не надо делать тогда уже подавать на вот эти документы ребята всем пока всем до новых встреч у меня тут едят госем пока дай пяти дай лапу дай лапу дай лапу дай лапу дай лапу молодец молодец молодец